Наконец-то мы запустили вторые папанки. Скоро? Ученые NASA предполагают, что на расстоянии 10 световых лет находятся планеты, обитатели которой размножаются воздушно-капельным путем. Ты что, просто чихнул и все уже, да? Кому-то не повезло. А теперь новости института океанологии. Ой, нет, вообще-то туфта полная. Пап! Чего? Эй, 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 не стреляй, а свой. Пап, мне нужна твоя помощь. Что, сейчас не могу, я смотрю очень интересную хрень. Эй, нельзя убивать убитого. Пап, пулька залезла на шкаф, и я не могу ее достать. Ты смотри, какой ты у меня. Папку смог достать, а пульку не можешь? Папа! Ладно, ладно, все, никчисан, я свой. Где она там у тебя? Ну ладно, чувак, убери пушку. Я все сделаю, где искать? Вот там. Там? Да. Сейчас, погоди. Ну что, нашел? Да нет. Чисто, как в космосе, после влажной уборки. Опа. А это что такое? Пап, это не пулька. Это хуже. Это целая бомба. Кто-то в клубах висит, разбивая сердца, И в коктейльных огнях вечера прожигая. Кто ныряет в кредит, чтобы жить во дворцах, Словно ветер по белому свету летая. Или строит мосты, снимает кино, Изменяя пространство, век ускоряя. Может, в космос летит, только мне все равно, Я гораздо сложнее задачи решаю. А я крутой, папанька. Папанька, я крутой. Никто не может больше, никто не может больше Сравниться со мной. Я мог бы стать звездой, Вершины покорять. Но все-таки труднее, Гораздо ли труднее, Крутой папанькой стать. Сделать в школе ремонт, Пробежать вместе кросс, Научить попадать между глаз. Хулиганам сделать даже сестру, Для меня не вопрос, Нужно только всего лишь с согласием маму. На борьбу и футбол, На стрельбу и хоккей, Прокатиться вдвоем на подножке трамвай. А мой сынишка со мной Гораздо взрослей, Только я почему-то с ним в детство впадаю. А я крутой папанька, Папанька, я крутой. Никто не может больше, Никто не может больше Сравниться со мной. Я мог бы стать звездой, Вершины покорять. Но все-таки труднее, Гораздо ли труднее, Крутой папанькой стать. А я крутой папанька. Макс, у тебя в стирку есть что-то? Нет, у меня все чисто. Угу, чисто. Вон, майка грязная. А ты что там делаешь? Рисую себе татуировки. Это я пытался нарисовать дракона, Но он у меня не получился, И я его зарисовал. Макс, нельзя рисовать на руках. А на животе? Тем более. Почему? Потому что это вредно для кожи. А у папы Андрея все руки и пальцы в татуировках. У нас с кожей все в порядке. А потому что папа Андрея Пять лет просидел в санатории. Иди все это мой быстренько И запомни, нельзя на себе рисовать. То есть Вики можно, а мне нет? У Вики нету татуировок. Это пока что. Я слышал, как она в школе С подружкой разговаривала. И сказала ей, что скоро сделает. Вика. Вика. Ты что, с тобой лазь, если тебе делать татуировку? Папа, ты в слове чай сделал слишком много ошибок. Что, как... Так, не умничай. Я знаю о твоем разговоре с подругой. Тебе Макс сказал? Не важно, кто. Это... Ясно. Вот гаденыш мелкий. Как было классно, пока он еще не научился разговаривать. Так это правда? Ну, да. Я уже даже с мастером договорилась. А, здорово. А со здоровым смыслом ты договориться не хочешь? А я так и представляла наш разговор. Именно поэтому я тебе ничего не рассказывала. А, ну правильно. Зачем папе что-то рассказывать? Папа, это ж не подружка. Пап, ты сейчас сгущаешь краски? Так, никаких красок. Особенно на теле моей дочери. Ну, сейчас модно, делай татуировки. Солнышко мое. Мода постоянно меняется. Странно, что ты об этом забываешь, когда выбираешь себе вещи. Так. Можешь... Можешь пререкаться сколько угодно. Но мы с мамой тебе запрещаем делать татуировку, и на этом точка. Вы с мамой? Я так понимаю, это ты и бабушка? Потому что моя мама еще не в курсе этих событий. А вот я уверен, что она тебе скажет то же самое. Можем прямо сейчас позвонить ей и убедиться в этом. А давай? А давай. Молодец, дочка! Все правильно. Если хочешь набить тату, набей и никого не слушай. Ну, с последним она и так справляется. Анечка, а что значит, если хочешь набить, просто набей? Ты, наверное, неправильно поняла. Она хочет на себя набить. На всю жизнь. Ну и что, Жень? Она же уже взрослая. Аня, пока мы с тобой позже поговорим. А с тобой поговорим прямо сейчас. Неожиданный бунт на корабле получился. Но это ничего не меняет. Я тебе запрещаю и все. Пап, ну просто признайся, что ты не сделал себе татуировку только из-за того, что боишься бабушки. Что? С чего ты взяла? Да ну это видно, пап. Она всю жизнь с тобой командует. Никогда тебе ничего не разрешала. Ты даже сейчас на нее работаешь. Поэтому ты вырос таким неуверенным в себе и боишься всего нового. Вот ты бы никогда не решился на какой-нибудь безумный поступок. Я боюсь? Она командует? Безумный поступок. Я вот прямо с тобой пойду сегодня и сделаю себе татуировку. Ну правда пока временную. Но сделаю. Папа, смотри, что мне Макс на спине нарисовал. Максимилиан, иди сюда. Что, пап? Это что за бандитки и рисунки? Это слон. Из хобота воду выдувает. А, слон? Да, слон. Ну я так и подумал. Я слышал, что его уволили, потому что он на ингассаторской машине в свободное от работы время таксовал. Да ладно. Ну они знают, так говорят. А еще я слышал, что скоро евро очень серьезно упадет. От кого ты это слышал? От десятилетних специалистов в интернете. Да у меня, между прочим, один хороший знакомый работает в Министерстве финансов. Так что информация, считай, стопроцентная. Он говорит, что уже буквально через недельку евро будет не дороже доллара, а то и дешевле. Ничто. А то, что на этом можно нормально заработать. Так ты думаешь, она тебе их в еду подмешивает? Ну а какие еще варианты? Вряд ли она купила его так, на удачу, как талисман. Слушай, а с чего вдруг? У тебя что с этим делом, ну, какие-то проблемы были? Да никакие проблемы. Ну было там пару осечек. Ну как у всех мужиков. Ну, не у всех. Ой, только не надо делать вид, что у тебя такого вообще не было. Нет, ну было пару раз, по пьяни засыпал. Но это же не считается. Слушай, а у меня идея. Давай-ка мы сегодня нормально затусим у меня в клубе, а? Саня, у меня такое впечатление, что у тебя одно решение проблем на все случаи жизни. Сын родился, идем тусить в клуб. Машину ограбили, идем затусим в клубе. Дача сгорела, идем тусить в клуб. У меня такое впечатление, что у меня на похоронах ты тоже пойдешь тусить в клуб. Ну а чем еще я смогу помочь тебе в таком случае? Сань, ну серьезно, ну... Я не знаю, ну, сходи к врачу, проверься. Может, тебе вообще не нужны никакие таблетки. И перестань есть то, что готовит Света. Мало ли, что она еще туда подмешивает. Сегодня ты овощную рагу ешь, а завтра сам как овощ. Пап, ты не волнуйся. Я не хочу кардинальных изменений. Я всего лишь хочу небольшую татуировку в виде стрекозы на лопатке и все. Здрасте. Вы на 12 записаны? Да, мы. Ну, отлично. Знаете, что набивать будете? Ну, конечно. Конечно, что-то крутое. Я другого ответа и не ожидал. Пройдемте, покажу. Вот такого плана. Как вам? А что? Мне нравится. Отлично. Но только можно без сигареты. Я за здоровый образ жизни. И вот без этой серьги страшной. Я просто за натурализм. Ну, и без черепа. Я просто за жизнь. А можно шляпу одну оставить. Или вообще кардинально что-то другое. Хорошо. Забыли. Знак зодиака. Кто вы по знаку зодиак? Дьявы. Я что-то так и подумал. А по восточному календарю? Петух. А давайте я вам дам каталог. Вы сядете и выберете сами. Отличная идея. Пожалуйста. Ты что-то хотел? Да. У меня к тебе деликатный вопрос. Блин. Саня красавец. Уже всем растрындел. Что растрындел? Ничего. А ты что хотел? Денег не одолжишь. О, денег? Это можно. Не вопрос. Что, Гемор опять задерживает зарплату? Блин, он дождется, что его банк ограбят собственные сотрудники. Сколько тебе надо? Три тысячи евро. Сколько? Три тысячи евро, это зачем тебе столько? С машиной беда. Что? Стукнуло двенадцать, и она обратно превратилась в тыкву? Почти. Мотор сдох. Прям совсем. А тут еще это все навалилось. Роды, хранение поповинной крови. Ну, вдруг Кесарева, лекарства. А там уже и до Кристин недалеко. Кстати, я тебе не говорил, что ты будешь у нас крестным. Я? Да. А кто же еще? Сам посуди, у Жени он своих хватает. А Саше, чтобы крестить, надо два года исповедоваться. Это точно. Вот. Так что, выбор очевиден. Ну да. Очевиден. Так, что насчет денег? А, денег? Да не вопрос, кум. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Отвернись, кум. А, да. Трешка, говоришь? Да. Евро. Ну, понятно, что евро. На, держи. Спасибо, выручил. Не за что. Просто знай. Однажды, хоть этот день может никогда не наступить, но я попрошу оказать мне услугу. А пока прими это, как подарок, в день свадьбы моей дочери. Это в смысле, деньги можно не возвращать? Ты дурак, что ли? Конечно, возвращать. Трешка евро. Это цитата была из крестного отца. А-а-а. Я же тоже крестный отец. Ну да. Ха-ха-ха. Держи. Спасибо. Кум. Ха-ха-ха. Девушка, а можно хотя бы не десятками? Можно. Могу пятерками дать. Ладно, давайте десятками. Ого, пап. Я смотрю, в тихом омуте волки водятся. Не маловато, а? Может, надо было на всю руку? Так, пап, теперь я начинаю за тебя переживать. Слушай, мне вот интересно, что скажет бабушка, когда она увидит это? А мне не важно, что скажет бабушка. Потому что я взрослый человек и проживаю жизнь сам. Привет, Егор! Привет! Какая неожиданная встреча! Да, а ты что здесь? Как вообще? Так как? Я же здесь практически живу. Да. Ну да, но пока все консультации, обход, осмотр, еще УЗИ. Я понял, понял. А ты что, к психотерапевту? А, да, вот записался. Что-то случилось, да? Ничего страшного. Просто немного нервишки шалят. Это с плюней очень хорошо. И так какие-то взрывы настроения. Это ж почти как у меня. Маш, ты тоже беременна. Что? Ну, Машка, это вот, ну. Так, я пойду, ты знаешь, еще очередь пропущу. Да, я понимаю, не буду тебя задерживать. Я вот когда очередь пропускаю, надо еще раз заниматься, потом за ней еще одно. Пока, пока! Пока, Егорка! Давай! Удачи тебе надо. Где? Ну, психотерапевта. Да, да, да. Доктор, ну не томите вы так. А то мне сейчас еще кардиолог понадобится. Ну, честно говоря, нарушений каких-либо я не вижу. Анализы плюс-минус в норме. Фух! Скажите, а как часто у вас бывают проблемы с эрекцией? Что? Не бывает у меня никаких проблем с этой штукой. То есть вы ко мне просто так пришли? Да. Поздравляю. Вы первый, кто за 25 лет моего стажа пришел ко мне просто так. С почином. Даже не знаю, чем я могу вам помочь. Повторюсь, анализы в норме. Можете звать следующего. Ладно, ладно. Допустим, возможно, у меня иногда бывают проблемы. С эрекцией. Так допустим или бывают? Ладно, бывают. Ну, какая разница? Что делать, доктор? В таком случае я могу выписать вам несколько препаратов хороших, относительно недорогих. А можно так, чтобы вот без таблеток? Можно. Как? Носить подкову на удачу. Нет, ну если серьезно, нужно изменить образ жизни. Не пить, не курить, заняться спортом. Это поможет избавиться от лишнего веса. И ускорит выработку тестостерона. Ну и, конечно же, специальная диета. Так а может, все-таки вернемся к варианту с таблетками? И на всякий случай нужно проверить простату. Ну, если надо, то проверяйте. Так а как она вообще проверяется? Да очень просто. Себе засунь, понял? Никита? Что это за деньги? Ты что, втихоряк квартиру заложил? Нет, конечно. Это не мои. И это Егор попросил, чтобы они у меня полежали. Жаль. Я уже придумала, на что их потратить. Даже не сомневаюсь. А почему у тебя? Не знаю. Наверное, Егор подумал, что раз я банковский сотрудник, значит, они у меня будут в надежности. У тебя в надежности? Да Егор тебя плохо знает. И вообще, зачем это Егору? Да я толком не знаю. Он сказал, что у них со Светой трудный период. И что ей про эти деньги лучше не знать. А что толком у них произошло, я не вникал. А я сегодня встретила Егора у психотерапевта. Странно. Точно. Егор хочет бросить Свету. Ты что делаешь? Просто без доказательств мне никто не поверит, что ты готовишь. Да прям таки, как будто я никогда не готовил. Ну, готовил, но до свадьбы. Да, просто было скучно, вот решил что-то сваргарить. Тебе скучно? А что ж ты мне сразу не сказал? У меня для тебя есть целый список развлечений. Починить кран, разобрать хлам на балконе, смазать в детской дверь, чтобы не скрипело. Ну ладно, ладно, ладно. Нет, я могу продолжить. Света, я все сделаю просто позже. О, это уже становится девизом нашей семьи. Света, я вообще-то тут чем-то занят. А позвольте поинтересоваться, как называется это кипящая зеленая жижа? Эта кипящая зеленая жижа называется французский крем-суп из шпината. О, французский крем-суп из шпината. Уи. А зачем же вы приготовили этот французский крем-суп из шпината, когда в холодильнике полная кастрюля плова? Или тебе не нравится, как я готовлю? Да о чем ты говоришь? Конечно, нравится. Я решил что-то новенькое, там, оригинальное. Да ты попробуй, это вкуснятина. Не-не-не, нет, спасибо, спасибо. Нет, я чуточку позже. А ты попробуй... Спасибо, я позже. Спасибо, нет. Как хочешь, мне больше достанется. Ну как? Нет-нет-нет, я все-таки, пожалуй, бегаю в аптеку за активированным углем. На всякий случай. Господи, как же это есть-то по-трезвому. Спасибо. Извини, что я так медленно. Ничего-ничего, благодаря моей жене я научился быть терпеливым. Кстати, а как у нее дела? У нее все хорошо. А может, все плохо. А может, уже нормально. А может, опять все хорошо. У нее настроение меняется каждую секунду. Да, мы беременные такие. Передавай ей тогда привет. Нам, как обычно, два американо со сливками. Нет-нет, мне кофе нельзя. Яблочный сок. Первый раз вижу, что ты яблочный сок без вискаря заказал. Ой, сын, я сам в шоке. Здорово, мужики. Здорово. О чем базар? Базар о раннем творчестве Достоевского. Ух ты, не ожидал от тебя, Егор. Ты что-то хотел? Ну, вы это ничего не замечаете. Ну, как тут не заметить? Постригся. Нет. Маечку новую купил? Какую маечку? Подожди, ты что, брови ущипал? Ребят, вы что, не видите, что я тебе татуировку сделал? А-а-а-а. Где? Жень, да видели мы твою татуировку. Ну и что? Ну, что? Ну, что скажете? Скажем, что тебе нужно вернуть руку законному владельцу. Ну, да. В смысле? Ну, в смысле. Татуха, конечно, крутая. Но на тебе она не очень, как бы это помягче сказать, гармонично смотрится. Да хотя кого я обманываю? Она на тебе капец, как неорганично смотрится. Да, правда. Жень, ну, ты выглядишь, как школьник, который первый вырубился на выпускную. Для этой татухи тебе, как минимум, надо подкачаться. О. Не-не-не, Женечка, силой мысли бицепс не накачаешь. А здесь рядом есть отличная спортплощадка. Да? Да. А что? Знаете, вот прямо сейчас и пойду. Давай. Вот возьму и начну прямо сейчас. Молодец, Ошень. Один совет. Ты, главное, больше трех килограмм не поднимай, а ты надорвешься. Да? Ну, посмотри. Доброе утро. Магночка, привет. Доброе утро. Подскажешь, какой сегодня курс? Доллар такой же, как и вчера, а евро чуть вырос. Как вырос? А какое соотношение евро к доллару? Один семнадцать. Добрый день. А подскажите, какой у вас курс евро на сегодня? Отлично! Подскажите, а до которого часа вы работаете? А вы могли бы еще хотя бы на час задержаться, а? Ладно, ладно, понял. Нет так нет. А матюкаться зачем? До свидания. Я сказал нет, никаких пораньше. Серьезно. Позвонила жена, у нее начались схватки. Говорит, надо в роддом ехать. У нас даже вещи не собраны. Она сама не справится. А тут еще и машина сломалась. Слушай, Павленко, она у тебя каждую неделю рожает. Сколько у вас уже детей? Штук десять? Не верьте, хотите, проверьте, но... А поехали. Поехали. Я тебя подвезу. Подвезете? Ну да. Ты же без машины. А я заодно и проверю. Сегодня, Павленко, точно кто-то родит. Либо твоя жена, либо ты. Поехали. Слушай, ну как там поживает твой павший воин? За воина спасибо, Саня. Честно говоря, пока непонятно. Я вроде уже и спортом занимаюсь, и диету держу. Ну, в разумных пределах, конечно. Ну, и всякую полезную дрянь кушаю. Ну, хрен его знает, что раньше встанет мой павший воин или мой желудок. Кстати, я тут своему директору про твою проблему рассказал. Ты чего, Саня? Блин, спасибо! Давай еще в соцсетях об этом напишем. Да ты послушай. Он посоветовал обалденного врача. Ну, типа знахаря. Лечит всякими травками, настойками и прочей лабудой. Так вот, верили нет, директору 63, а он каждый день с новой девкой. Не знаю, Саня. Я как-то не верю во всю эту хера... Хиромантию. Короче, делай, что хочешь. Можешь всю жизнь петрушку жевать. А можешь уже через пару дней показывать мастер-класс по постельным танцам. Давай адресу. Ха-ха-ха! Ну и что ты уставился? У нас с тобой ни свидания, поцелуя не будет. Напоминай, у кого-то жена рожает. А, точно. Я ее сейчас наберу. Может, все-таки возьмешь трубку? Но вдруг что-то важное. Да, это я сто процентов Никита, которой, я уверена, в очередной раз звонит, пожаловаться на своего начальника, сказать, что напаздывает. Надоело это слушать. Я вообще с него уже могу деньги брать, как за услуги психолога. Ну, с родного тому же не бери, хоть ты и профи. Кстати, по поводу родного мужа. Я тут недавно в больнице встретила твоего Егора. Странно, не берет трубку. Если бы я рожал, мне тоже было бы не до телефонных разговоров. Давай, дуй за ней. Так, а... А я вас в машине подожду. Спасибо. Дальше мы сами. Вы и так нас выручили. Павленко. Я это все не ради тебя делаю, ради твоей жены. Ну, вам же на работу надо. Давай, дуй. Ира! Ирочка! Ира, ты дома? А, ладно. Ира! Возьми трубку, возьми трубку, пожалуйста. Черт! Ну, вообще-то я замужем. Я не прошу тебя выйти за меня замуж. Я прошу тебя притвориться моей женой. А с твоей что-нибудь так сломалось? Долго объяснять. На кону моя работа. Пожалуйста, помоги. Я же тебе помогал. Помнишь, дверь в подъезде держал. Ну, хорошо, помогу. Супер. Спасибо. С меня причитается. Кстати, забыл предупредить. Нужно, чтобы ты сейчас начала рожать. Ну, как бы рожать? И, значит, одевает на руку перчатку. Я говорю, ты чего? Вот так вот на тебе об стол. Так что, доктор, осталась одна надежда на вас. Говорят, вы прям волшебник. А у меня как раз проблемы с волшебной палочкой. Что я вам могу посоветовать? Думаю, я вам предложу мазь на основе тибетских трав. Ей нужно смазывать ваш два раза в день, утром и вечером. Единственное, я должен со всей откровенностью вас предупредить. Эта штука обладает очень стойкой, и я прямо скажу, неразопакостный запах. Я, конечно, могу спихнуть это все на сына, но постоянно выставлять его вонючкой, думаю, не получится. Я понимаю. Тогда спиртовая настоечка с добавлением крови королевской кобры. Ну, спиртовая-то, как бы мы одобрям, но меня немного смущает кровь этой кобры. А насколько быстрый эффект? Ну, две-три недели, месяц максимум. Да нет, вы что, это очень долго. Мне надо вот... Вот представьте, что у меня сегодня первая брачная ночь. Тогда мы будем действовать радикальным способом. Герудотерапия. Это как-то связано с проверкой простаты? Боже, упаси, за кого вы меня принимаете. Это хорошо. Вот подойдите сюда, подойдите. О, пьявочки. Дело в том, что они должны присоцаться к вашему... Вы понимаете? Я понял, понял. Так в чем прикол? Пьявочки усиливают кровообращение и восстанавливают сосуды. Это очень важно для вашего органа. Для очень важного моего органа. А вы уверены, что эффект будет быстро? Абсолютно. Уже через день-два вы не будете из спальни вылезать. Это хорошо. Ну, давайте вашу герудош-мерудотерапию. Ну что ж, можем начать прямо сейчас? Не надо, доктор. Я займусь этим у себя дома. Сам. Как пожелаете. Папа, давай поиграем в лошадку. Вот ты будешь лошадкой, а я буду на тебе кататься. Нет, нет, папа не может играть в лошадку, потому что по папе сегодня и так целый. Кто бы он в лошадок протоптался. У меня все болит. Папа и так может скопытиться. Тогда-то мы поиграем в больницу. Я буду тебя лечить. Где были? Тут? А! Тут? А! Тут? Ай, не тыкай меня пальчиком, умоляю. Ну, я хотела тебя вылечить. Солнышко, мне поможет оздоровительная открытка. Нарисуй мне ее. Хорошо. Ну, только не торопись. Открытка должна быть очень хорошей. Хорошо. Что же вы трезвоните-то? Женя, открой, это мама. Ну, открывай немедленно. Да что такое? Мам, привет. Что так долго? Фух, извини, не слышал. Мы с Яной в лошадок игрались. А я была на рынке. Вижу, огурцы подешевели. Вот взяла. Закрыт на зиму. Так что сегодня будем заниматься закрутками. А почему именно у нас? Не хочу, чтобы у меня потом всю неделю в квартире уксусом воняло. Неси пакеты на кухню. Мамочка, а мы можем перенести эту всю процедуру на другой день? Правильно. Давай дождемся, пускай они испортятся. И в этих же пакетах их прямо на мусорку выбросим. Ну, давай, не ленись. Ой, не притворяйся. Они такие, они уже и тяжелые. Я же их как-то сюда притащила. Я не притворяюсь, мам. Жень, что с тобой? Тебе плохо? Да, нет. Все в порядке. Сердце прихватило? В груди не колет? Мам, это не сердце. Нет, будешь мне рассказывать, тебе нужно побольше воздуха. Да сними вот это. Нет. Да тебе же лучше станет. Нет, не надо это снимать. Сними, я сказала. Нет, нет, нет. Это еще что такое? Папа, я нарисовал тебе открытку. Я думаю, что тебе станет легче. Это уже вряд ли, Яночка. Подождите, потерпи, любимая. Сейчас поедем. Все, можем ехать. Павленка, а где? Что где? Что там для родов нужно? Вещи, сумки. А, точно, забыл. Ты хорошо хоть жену не забыл. Давай, 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 быстрее. Я пока разберусь. Да, хорошо, любимая, присаживайся, я сейчас мигом вернусь. Я без тебя к нему в машину не сяду. В смысле, я тебя тут подожду. Мне на свежем воздухе лучше. Ну, хорошо, я сейчас мигом туда и назад. Все, можем ехать. Да нет, не можем. Почему? Передумала рожать? Да я сам чуть не родил, от удивления. Короче, пока я разворачивался к твоей жене, подошел какой-то мужик, поцеловал ее. В общем, вон они стоят общаются. Что ты смотришь? Ну, давай, пойди разберись с ним. Это же твоя жена там. Ну, да. Ну, так вперед. А я помогу тебе, если что. Не надо, я сам сейчас пойду, наваляю, ему будет знать, как чужих беременных жен уводить. Никита! А ты че так рано? Ничего, так получилось. Тебя что, гемор раньше отпустил? Не похоже на этого козла. Извините. Кто? Гемор, начальник его. Та еще сволочь. Никита говорит, что он хуже, чем Гитлер. Да, это я в шутку. Можно сказать, любя. Да, да. Не повезло Никите, да, очень. Может, нас представишь, а? Да, это... Коллега. Правда, я работаю в другом отделе, поэтому мне с начальником больше повезло. А вы? Ира, жена Никиты. А, жена. Очень приятно. Я, правда, думал, вы другая, но вы гораздо лучше, чем я думал. А, спасибо. А я смотрю, вам скоро рожать. Мне? Нет, мне надо еще немножко помучаться. А, помучаться. Слышь, мужик, а куда ты собрался везти мою жену, а? Никуда. Мы просто тут... Значит так, мамина радость. Еще раз увижу тебя рядом с моей женой, будешь возить только себя и только в инвалидной коляске. Ты понял меня? Понял. Не слышу? Понял. Никита, вот сейчас я не поняла, кто кого куда собрался везти, а? Да все уже, никто никуда не едет. Ну, я точно поехал. Смотрю, твоя жена тут сама во всем разберется. А ты завтра заходи, друг, кофейку попьем, пообсуждаем гемора, если выживешь, конечно. Что происходит, а? Я, честно говоря, сам не все понимаю, но самое интересное начнется завтра. Давай, давай, делай там свое пиявочное дело. Ау! Ты что, малышка, полегче? Ай-яй! Ты что там делаешь? Ух ты, ничего себе! Работает! А, блин, это пиявка разбухла. Е-мое, ну и что ты? Доктор, слышите, а сколько их вообще держать надо? Да, а то они что-то прям такие активные, что я боюсь, чтобы они меня там что-то не отгрызли. Ну, для первого сеанса десяти минут вполне достаточно. Десяти? Блин, а я уже минут тридцать их держу там. Так, а что делать? Просто отрывать, что ли? Не вздумайте их отрывать. Вы или посолите их солью, или просто полейте алкоголем, они сами отпадут. Окей, была у меня где-то бутылочка, спасибо. Егор, ты там? Выходи, мне нужно с тобой поговорить. Я сейчас не могу, я занят. Выходи немедленно. Сейчас! Света, что это за срочность такая? Егор, ты что, хочешь со мной развестись? Ты с чего это вообще взяла, а? Ко мне сегодня заходила Ира и все рассказала. И про твои походы к психотерапевту, и про деньги, которые ты от меня прячешь. А Никите ты вообще сказал, что хочешь со мной развестись, это правда? Это бред, полный бред. Как ты вообще в такое могла поверить? А как мне не верить, когда ты сам начал себе готовить? В ванной только что с кем-то разговаривал по телефону. Я... Я разговаривал с врачом. С врачом? Голый! В ванной! Свет, ты слишком все драматизируешь. Нет, не слишком. И вообще, я тебя в последнее время не узнаю. Такое впечатление, что ты меня избегаешь. Я избегатель? Ты знаешь, а может, ты прав. Не нужно нам больше продолжать наши отношения. И действительно, может, нам лучше развестись? Ты даже не смей произносить это слово! Развестись! Ты открывай! Открывай! Свет, давай ты успокоишься, и мы потом все это обсудим. Хорошо? Молчание – знак согласия. Ах, ты чёрт! А знаешь, что самое обидное? Я сейчас всё объясню. Расслабьтесь, это будет совсем не больно. Здравствуйте. Страшный серый волк. Решили что-то на вторую руку набить? Нет, скорее сбить кое-что с первой. Вернее, всё сбить. А чё не так? Не понравилось, как нарисовано? Нет! Просто этот ваш волк – это чушь собачья. Боже, взрослый человек. Не стыдно? Нашли бы себе нормальную работу. Уродуйте людей. Ну, давайте, убирайте это ваше мазню с этой размазни. Извините. Видимо, яблоки с этой яблони не падали вообще. Вика? А ты что здесь делаешь? Привет. Я что-то тоже передумала. А почему? Честно, просто я посмотрела на тебя и поняла, что когда я буду в твоем возрасте, это будет смотреться просто ужасно. Прости, пап. Вот это единственный раз в жизни, где ты могла и соврать. Ну, хоть дочь умнее отца. Ир, ну, пойми, это все этот коллега, который меня привез, это он во всем виноват. Сначала он перепутал нашу соседку с тобой, потом ее муж пришел. Ну, в общем, как-то так все получилось. Никита, ты уже третий раз мне все объясняешь, я все равно ничего не поняла. ты сумку в машине забрал. Герман Геннадьевич, вышло недоразумение. Это недоразумение зовут Никита. Извините. Да не извиняйся, не поможет. Ты теперь у меня звездун будешь сидеть внутри банкомата и деньги выдавать круглосуточно. У меня ведь жена беременна. Я понял, даже две жены беременные у тебя. Хватит, я это слышал тысячу раз. Можешь себе на все теперь вазелин купить. Если честно, я просто в шоке. В шоке она. Это же надо было до такого додуматься. У нас в холодильнике лежит свежий кальмар. Может, тоже вы себе на хозяйстве нацепишь? Если он холодный, то давай тащи его прямо сейчас. Егор, вот объясни мне, зачем? Объясни тебе. Я объясню. Чтобы мне не надо было употреблять допинг. Никогда. Объяснил? Вот оно что. Да, это очень смешно. Да. Ржака-ржака. Ты если решил, что я их купила для тебя? Давай, удиви меня. Скажи, что ты это купила для Игорька. Твоя мама попросила меня их купить. Что? Моя мама попросила тебя купить для меня средства для потенции? Блин, это вообще армакедец! Не для тебя, а для твоего отца. Ну, просто тебя об этом просить ей было неудобно, поэтому она позвонила мне. Это для бати? Блин, а я еще думаю, что он такой грустный в последнее время. Надо позвонить, дать пару советов. Ага, с пиявок начни. Света, вот так и не надо. Между прочим, пиявки, это... Это больно. Хватит ржать. Не ржи, я все слышу. Кстати, я слышал, скоро золото будет дорожать. Инфа стопроцентная. Да, не вовремя. Я обручалку в ломбард заложил. Вам что, заняться больше нечем? Идите работать, аналитики хреновы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова